Книга пророка Исаии, глава вторая Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, то есть плуги, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. — О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы. И на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсистские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. И идолы совсем исчезнут, и войдут люди в расселенный скал, и в пропасти земли от страха Господа, и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов, и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал, и в расселенный гор от страха Господа, и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?